Здравствуйте, друзья! Несколько неожиданный для меня сегодня ролик в разделе лаборатория туристического снаряжения. Ролик связанный с двумя плитками для резьбового баллона, с одной плиткой, о которой мы недавно рассказывали. Дело в том, что буквально несколько дней назад у нас на канале вышел ролик про вот эту вот простенькую плиточку такую, которая является копией сотовиндмастер японской знаменитой плитки знаменитой фирмы. Это плитка фирмы АПГ, продается на Алиэкспрессе, стоит совсем маленьких денег. Ну, я обычно стараюсь не говорить цену, но вот сейчас в ценах августа 2021 года 750 рублей. Можно даже, наверное, распродажи купить еще дешевле. Результаты она показала очень неплохие. Чисто просто вот, ну, сравнивая с другими простыми газовыми плиточками, ну, или горелками, это я использую здесь в данном случае как синоним слова. И ролик вышел, и даже не успели мы ее разыграть на Boosty, а нужно сказать, что сейчас мы многое у нас на блоге на Boosty разыгрываем из того, что у нас приходит, или в данном случае я купил, для изучения. Как вдруг неожиданно пишет друг нашего канала Игорь, человек, который нам давал уже очень много интересного снаряжения на обзор. И говорит, слушай, у меня есть сотовиндмастер, а давай ты их сравнишь лоб в лоб. И вот я съездил, забрал у него сотовиндмастер, и пока мы не разыграли эту плиточку, у нас будет возможность прямо вот так вот взять и сравнить. Вот прям вот две сразу видны отличия в размерах. Вот, и сегодня я рассказываю, наверное, больше о сотовиндмастере, но сравниваю его с китайским, так сказать, подражанием. Вот, и посмотрим, что из этого выйдет. Давайте немножечко сначала о самом сотовиндмастере. Во-первых, ну, плитка знаменитая, у нее много роликов сети людей, которые от нее в глубоком восторге. Вот, и я согласен, что это крутая штука. Вот, но расскажу поэтому кратце о ней. Чем, что характерно, это набалонная плитка или горелка, которая накручивается на резьбовой баллон, которая сделана в виде, ну, вот просто небольшой насадки, и у нее съемная подставка под посуду. Она с четырьмя лапками. Но самое интересное, что для этой плитки есть также вариант с тремя лапками, и точно также снимается и отдельно хранится в сложенном виде. Выглядит он вот так. Но в действительности это складные лапки для китайской подделки. Что интересно, он подходит, ну, собственно, естественно, под родную плитку китайскую подделку, но с некоторым скрипом встает и на японскую плитку. Ну, с минимальным зазорами, тут с минимальной разницей он подходит. Прикол в том, что вот эти три лапки, если у вас вариант с четырьмя лапками подставки, вам нужно докупать отдельно. На ebay, так вот в широкой продаже я не нашел, на ebay я нашел эти лапки отдельно для сотовиндмастера за 1600 рублей с доставкой. Вся плитка вместе с лапками китайская, 750 рублей. Так что, ребята, если у вас есть сотовиндмастер с четырьмя лапками и вы хотите себе трехлапую под небольшую посуду подставочку, то проще купить китайскую подделку и снять с нее. И еще деньги останутся. Вот такие вот загогулины. Сами понимаете, сколько стоит плитка сотовиндмастер, если к ней 1600 стоит только вот эта вот маленькая насадочка. Ладно, теперь немножечко о самом сотовиндмастере, об оригинале. Выделяет, прежде всего, у него то, что это микрорегулятор. Здесь вы видите, что у плитки есть специальный клапан, сложная конструкция, которая вот сразу за баллоном. Здесь у нас мы видим просто силуминовый блок в конкуренте, в подделке. Что дает микрорегулятор? Я несколько раз уже рассказывал о плитках с микрорегулятором. Его основной выигрыш в нескольких ситуациях. Во-первых, он дает более ровный огонь. Во-вторых, он более ровный дает огонь в сложных ситуациях, когда баллон кончается или когда баллон перегрет, когда он дает слишком высокое давление или когда он только, только, только начал работать. Вот у вас начал идти газ из свежего баллона, тоже может быть слишком высокое давление. В таком случае плитка с микрорегулятором, с клапаном давления, она будет значительно более ровно работать. Но, однако, за последние полтора года, которые, в общем, я оперирую с плитками с микрорегуляторами, я осознал, что разница есть, но сказать, что она существенная, нельзя. Вот, честное слово, ну, поскольку нам приходилось в минусовые температуры ходить с этими плитками, и были плитки обычные, были плитки с микрорегулятором, было видно, что замерзают они примерно одинаково. Вот, по крайней мере, наиболее частая ситуация для нас, это когда холодно, какого-то там существенного выигрыша ощутить не удалось. Есть еще выигрыш, якобы, в экономичности, есть еще какие-то нюансы, но, тем не менее, вот микрорегулятор, и вот сегодня-то как раз прикол в том, что мы сравним, потому что одна плитка очень похожая без микрорегулятора, а другая с микрорегулятором, и разница, собственно, почти в этом и заключается, поэтому можно будет сравнить по результатам. Дальше, сама плитка Soto Windmaster сделана более длинной, и у нее сделаны большие отверстия под смешивание газа. В данной плитке небольшие отверстия для попадания первичного воздуха и смешивания с газом, здесь достаточно большие. Также выделяет эту плитку наличие пьезоподжига. Виндмастер это больше защита от ветра, и поэтому здесь сделано вогнутое, собственно, пространство с рассекателем и небольшой противоветровой бортик по кругу. Ну да, собственно, вот здесь все точно также скопировано, за исключением пьезоподжига. Пьезоподжиг как плюс я рассматривать не буду, хоть вы режете меня, потому что я не вижу здесь, поскольку штука в целом, у меня сложилось впечатление о пьезоподжиге как штуке относительно ненадежной, в любом случае вам нужно брать спички или зажигалку и дублировать его. На тот случай, если вдруг он откажет. На высотах, на температурах, на влажности могут быть разные обстоятельства. Сравнивая двух, две плитки, конечно, я могу сказать, что японская плитка сделана намного более аккуратно, все детали лучше подогнаны, есть дополнительные резиновые уплотнители, впрочем, тут тоже есть, но их просто он один, а здесь два, а на Soto Windmaster 2. Ну и еще одна интересная и важная вещь, если в китайской подделке резьба нарезана прямо на алюминиевой болванке, то на Soto Windmaster сделана вставка из латуни. Впрочем, цена, которая отличается раз в 5-6, в общем, оправдывает вот эти вот отличия. Заявленная мощность Soto Windmaster 3260 ватт. Давайте взвесим их. Значит, Soto Windmaster 60 грамм без лапок, с половиной. АПГ 51 грамм. Ну, фактически на 9 грамм разницы. Заявленная мощность китайской горелки АПГ 2300 ватт, что фактически на треть, на 30 процентов меньше. Ну что, давайте сравним. Самый главный показатель – это расход и время кипячения. Мы традиционно делаем 1 литр, ставим при температуре плюс 17, плюс 18 градусов на горелку и 1 литр в чайнике воды, засекаем время и записываем расход газа. Китайская плиточка, китайская копия показала неплохие результаты. Она кипятила литр за 6 минут и потратила 9,5 грамм газа. Пол-литра она закипятила за 3 минуты 6 секунд и потратила 5,5 грамм газа. Вот. То есть, в принципе, неплохие результаты. Ну, посмотрим. Вот тут как раз очень важно, дадут ли отличия, которые есть у этой плитки, которые делают ее такой дорогой, возможность выиграть что-то у китайской копии по граммам и по времени кипячения. Традиционно все плитки, которые делаются с микрорегулятором, имеют очень плавный ход и хорошую регуляцию. Здесь без всяких… Да, на ней будет удобно готовить, если вы что-то готовите. Хотя, конечно, пятно нагрева будет маленькое. И она очень тихая, намного более тихая, чем ее китайская… Да нет. Ну, так скажем. Несколько более тихая, чем ее китайская сестра. Незаконно рожденная. Взвешиваем баллон. 235,5. Навинчиваем, ставим, зажигаем. Давайте сначала выровняем пламя. Ну, чуть-чуть. У нее холостого хода почти нет. Ну, поехали. Время пошло. 3 минуты 40 секунд. Ну да. Учитывая разницу в мощности на треть, примерно настолько же получилась разница и в скорости кипячения. Все логично. Получается, что китайская плитка кипятила за 6 минут, а за это за 3 минуты 40. Этого я примерно и ожидал. Расход составил 14 граммов газа, что фактически на треть больше. Ну, все логично. Теперь ставим пол-литра на другой баллон, чтобы охлаждение баллона не влияло на время и расход. Ну, ладно. Со всей дури так со всей дури. Ах, полный так полный. Я бы на таком огне готовить точно не стал. Просто, ну, поскольку мы сейчас на полном огне готовили, поскольку мы сейчас на полном огне кипятили чайник, да, то нужно сравнить пол-литра на таком же огне, наверно. Но в жизни вряд ли. Все закипело. Две минуты. Две минуты. Страшно даже снимать пока. Раскалилась ручка. Девять граммов газа. Девять. Это, блин. Это столько газа, сколько для китайской необходимо для кипячения литра. Это существенная история. Ну, вот так вот при первом приближении получается, что, да, действительно, японская плитка качественнее сделана. Тиши имеет мягкий ход, мягкую регулировку, хороша для готовки, хотя пятно все равно маленькое, но она значительно менее экономичная, значительно более расходная по сравнению с китайской в обычных условиях. Я предозреваю, что что-то может быть в экстремальных условиях, но у нас сейчас нет экстремальных условий. Ну, давайте создадим хотя бы минимальные экстремальные условия, просто посмотрим, как это будет отличаться. Просто сделаем маленький ветровой тест. Простой ветровой тест. Ближе к вам китайская плитка, дальше японская. Слабая, слабый газ. Ааа, китайская позже задулась. Ну, обе хорошо держат слабый ветер, такой, да уже достаточно сильный. Тот же Игорь, отдельное ему спасибо, дал мне посмотреть еще вместе с плиткой такую интересную штуку, как складная подставка под баллон, которая делает его удержание, ну, более безопасным. Вот у меня такая подставочка, он купил ее за 250 рублей на Алиэкспрессе, и она, в отличие от пластиковых подставок, которыми пользуемся мы, она значительно более компактная. И позволяет удерживать баллон в безопасном положении. Ссылочку вот на такую подставку под баллон и на ту, которую мы пользуемся пластиковыми, я также, как и плитки, помещаю в описании. Наши небольшие испытания, как мне кажется, отчетливо показали, что японская плитка крутая, лучше держит сильный ветер, на большом газу быстрее кипятит. То есть, в действительности, если вы хотите себе супернадежное, хорошее устройство, которое все равно будет с умеренной ветрозащитой, потому что у нее серьезных каких-то здесь конструкций нет, вот этот бортик да выгнутый рассекатель. Да, если вы хотите себе крутую горелку, можно спокойно покупать сотовиндмастер, согласен. Но совершенно простая, недорогая китайская плиточка с точки зрения экономии, с точки зрения экономии как раз в длинном походе, может сыграть просто значительную роль. Именно потому, что вы возьмете с собой газа, ну, фактически получается процентов на 30 меньше. Для меня это очень серьезный довод. Мне очень нравятся плитки с микрорегулятором. У меня есть одна из плиток, на которых мы готовим в клубе с микрорегулятором. Мне нравится то, что они хорошо сделаны. Мне нравится, что с ними как-то более приятно и понятно работать. Но вот такое простое решение по цене половинки от подставки под плитку японскую, мне кажется, тоже вполне себе имеет право на жизнь. Наш канал о недорогом снаряжении. И я рад, что показываю вам не только сотовиндмастер, но и его копию, которая дает фору по экономности и по удобству использования, примерно совпадает. Всем хороших походов, до встречи в поле. А Игорю очередной раз большое спасибо за предоставленное снаряжение.